Сегодня у нас будет кратенький обзор о машинке, которая у нас постоянно обслуживается. Зовем мы ее Ласточка, вот она, видите? Но Ласточка слегка как бы подустала, если не сказать, что под зае. Как видите, не знаю, человек, что интересно, в возрасте ей владеет. Но, не знаю, как такое вообще можно выпускать на дороге, потому что, ну, как видите, просто она мега ушатанная. И мы там общими силами нашего автосервиса, по его просьбе, периодически продляем ей жизнь. Уже мы капиталили здесь мотор. Она ожила, но, правда, видите, по кузовщине, вот Лобач, все это я даже не знаю. Причем Лобач настолько здесь, вот если посмотрите, стесался, что уже вот до клея дошел. Уже эти опали, а вот это все, на чем держится стекло, его и держит. Салон, тоже это шок, шок цена, шок машина. Смотрите, ну, первое, что бросается, а, кстати, девятого года, до 4 ЦБ, евро четвертый. Пробег даже не знаю сколько, двигатель капиталя где-то 50 тысяч назад. Видите, руль облез, сиденья лопнули. Я вот тут даже, видите, накидочка, но тут скорее, чтобы самому не замараться. Надеюсь, хозяин не будет на нас обидеть, все-таки нельзя сгнило, я не знаю. Жесть. В общем, сейчас что, не о ней речь, а о ее внешнем виде. Мы ее сейчас загоним на подъемник. Человек говорит, вот он сейчас ездит, идут какие-то подозрительные подпинывания на машине. Ну, как часто это бывает на них, все, кто ездит на них, она заднеприводная. Ну, не голубая в смысле, а просто мост сзади стоит. Часто разбивает на ней крестовины. Поэтому сейчас поднимем ее на подъемнички и посмотрим, вернули ли наше предположение. Оп, все, мы заезжаем. А, 242 тысячи, но это глубочайшая неправда. Просто, не верьте, если вдруг решить ее купить, то эта ласточка просто жесть. Ну, что тут, понятно, смотрите, видите, ну, как бы по салону обычно и делают вывод о тачке, и владельца, не будем обижать. Рабочий, видите, течет. Вот, все, вообще, ну, кстати, сверху откуда-то подкапываю. А там клапанная крышка, походу, течет. Ну, 50 тысяч не текла, сейчас подтекает. Вот, в принципе, обращение, он это все, мы там укаживаем человеку. Но у нас основная проблема, это вот здесь вот кроется. Видите, крестовина гуляет. И люфт, и такой, и такой. Сейчас мы снимем карданный вал и посмотрим, в руках подержим его, выпрессуем. Снимается он легко, вот они, болты. Тут он достается из коробки, из хвостовика он там, на направляющий. Поэтому сейчас приступаем к демонтажу кардана и посмотрим, в каком состоянии крестовина. Давай, Лаван, на, перчатки свежие. Вот мы с вами достали кардан. Сейчас будем извлекать эту разбитую крестовину. Видно, она уже давно так человек с ней ездит. В первую очередь извлекаем с топора. А потом выбиваем крестовинку. И будем, все покажем, как выбьем, в каком там состоянии. Будем запрессовывать новые. Ну вот мы извлекли крестовину. Как видим, ее уже наполовину стерло. Еще бы немного, и уже кардан бы тоже начало стирать. Пришлось бы его менять. Но осталось совсем чуть-чуть, человек как бы успел. Ну вот наша новая крестовинка, которая будет устанавливаться. На это совсем не похоже. У этой, кстати, даже ни одного подшипника уже не было там, игольчика. Все давно высыпалось. Все, сейчас запрессуем и покажем, как это будет работать. Новые стопора тоже установлены. Ну вот мы запрессовали с вами новую крестовинку. Теперь она все работает жестко, никаких люфтов, ни перекатов. Сейчас будем устанавливать. И покажем вам еще на машине, как все стоит и работает. В общем, мы с вами поменяли крестовинку. Не будем вас, ну дядя, на этот мучить. В принципе, они меняются легко. Ну, как сами видите, состояние машины оставляет желать лучшего. Если есть вопросы вообще по портерам, по ремонту какого-нибудь, задавайте вопросы в личке, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, узнавайте больше о ремонте корейского автопрома. Вот как Вовку мы учим, учим. Вовка узнал? Много? Понятно, что достаточно. Приезжайте вживую, поможем, подскажем. Всем пока. Бля, ебать, я ничего не вижу, слышишь ты?